Чтобы не беспокоить, мы же сказали, но я гляжу только живой или не живой, есть ли нет зеленой там в уголке. Сейчас все настроим. Ну давай. У меня новинка небольшая, вчера целый день не выходил Сергей Дудин, а мы работаем тут трое на одном модеме. Ну видимо он видит, что я работаю, а на самом деле я ушел, тут другие на нем остаются. И он выстоял материал очень редкий, очень редкий. Его боялись русская архиерея публиковать. Григория Богослова. Я знаю, Игнатий, мы уже с ним обговорили, это дело мы с ним решили. Так а ты скажи ему, Игнатий, ты что делает? Ты мои стихотворения, все посмотри, все статьи-то, я только об этом и говорил, я копировал, не знаю его. Это один дух. Вчера на меня один вышел. Ну я его статью в письме он пишет. Незнакомый старший начальник, я сейчас трудил, говорит, книгу, истинного православия, мою книгу. Я обратил на статью, которая для меня, она как бы, ну самая такая, для людей патриархийных претеновения. Я перехожу в московскую патриархию. Я говорю, первый человек, который именно заострил на этом внимание. Я другой раз же думаю, так может быть без нее бы она проще было бы прожить. А вот нет. Ну говори. Да я так звонил, узнать какие там у вас новости. У них каких-то новостей. Я один дома сижу, еще могу сказать. Голуби у меня живые, одна голубка в избе. Я могу сейчас разбудить ее, показать. Ну ладно, она отдыхает. Вот. А остальное еще. Некоторые очень сильно тут звонят, вот они тоже добиваются со мной встречи. Звать его Сергей вроде бы. Вроде что-то ему надо узнать. Ну я не могу это сказать. Какие данные? Данных никаких нет. Голос говорит нормально. А мне сразу внутренний голос говорит. Он не тот. Он подделочный. Ну я ему говорю, ну патриархия тут сколько храмов-то там? Иди занимайся. Нет, мне так не ответят, как вы. То есть, ну явно прямо ворота мои открывает. Уже третий раз. В течение двух месяцев. Я говорю, совсем не звонили. Я просто чувствую, от вас какая-то исходит опасность. Какая? Понятия не имею. А я открыто все говорю-то. Не за глазами шепчу-то. Ну, засланец называется. Засланный человек. Что-то надо узнать. Что узнать, когда все я в интернете леплю? Надо или не надо? Я совершенно открыто все на суд людей. Вот такое и дело. Подыскиваются? Да. Сейчас практически начнет работать. Что-то плохо говорит и плохо видно. Нет, свет не горит. А-а-а. Что-то... У нас будет свет. Это самый звук-то какой-то квакающий. А меня-то лучше стало видно. Это-то благодаря тебе. Отобрали у меня старый-то. Теперь новый поставили. Ну, что-то... Ну, что-то... Ну, что-то... Ну, что-то... Я отвечаю тут на вопросы. Вопросов много идет. Это время очень много отнимает. Прям первая строка на форуме. Новые материалы там ставлю. Ну, заглядываю, что там у вас делается. Непонятно еще. Поставили там по деньгам-то. Там некоторые начали... Ну, вроде бы отбирает вдов. Там одна вышла. А я ее давно уже знаю. Она все время кряхтит. Увидеть девочек в лагере. А вот надо так, чтобы были счастливые. Чтобы все время смеялись. То есть она никакая. Она премудрый пескарь и долго не помирает. Вот. Теперь уже маленько прояснять все начинаешь. Ты как пророк из тумана. У меня стихотворение написано такое. Видите, опять погасло. О-о-о. Не хочет. Тебя не слышно, Сергей. А? Его не слышно. Он говорит, а его не слышно. Он говорит и не слышно. Совершенно нет. Просто звук такой. Ветер дует аж из этого. Из динамика. Правда, холодный ветер. Ты так в комнате холодно. Сейчас я настраиваю. О-о-о. Какая-то Валентина какая-то на форум зашла. Валентина 12. Это великоватое дело-то. Ну и вот она сейчас там. Ей отвечает Осипов. Так хороший человек. Из Казани-то. А она нападает на Кураева. И там все везде изыскивает. Он говорит, не спишь, баба-то. Ты работаешь-то здорово. Ты же специально пришла ему кулак под нос подвести-то. А она на меня, значит, тогда, чтобы я какие-то меры принял. А он что-то там в личку, что ли, она ему написала. Или он. Я тут не разобрался-то. Слова-то такие нехорошие. Ну, и матяшинные, конечно-то. Но они сейчас сцепились. Она говорит, я поняла, что Андрей Осипов-то, это Игнатий. Один и тот же человек на два фронта работает. Она сейчас меня гвоздать начала. А я вообще слова не говорю. А почему у вас, модераторы, никаких мер не принимают? У нас особый порядок. Никто не имеет права ничего убирать, кроме меня. Действительно так, убирать. А убирать, для этого нужно сделать что-то экстраординарное. Если он хулит Христа, хулит Церковь и хулит Святую Библию. Но я не Бог, не Христос, не Библия. Ну, а что меня-то поносит, это благо мне. Поэтому я не убираю. Я, опять же, не отвечаю. В одном месте выставил, но она, видимо, не ознакомилась. Пришла такая активность у нее, она прям темпе сразу захватывает. Может быть, хорошо давно ознакомилась с нашим. Вот тут сейчас тоже тема, есть вот тема, по Кураеву вы там говорите, не показываете. Вот, тут сейчас вышла вот Антонина такая, Кириллова Антонина. Не видал, где она вышла-то? Вот она сейчас сделала ответ такой, что я, именно вы меня используете для сбора денег. Вот, что вы меня используете. Ее надо, ее удалить надо. Повтори еще раз, ну-ка. Что вы меня используете для сбора денег на поездку. Ну да, ну и что дальше? Так это здорово, что нашелся человек, который с кружкой пошел. На храмы всегда по России с кружкой ходили. А мы-то идем больше, не храмы. Храмы духовные строят, а ну и что? Если вы меня не поняли, я вообще о другом говорю. Ага, ну давай тогда. И как давай, если вы не слышите меня? Вот сейчас зашла. Удалить нужно в черный список Антонина Кириллова. У вас на теме, посмотрите, вот, Антонина Кириллова. Я ее запишу, посмотрю. Потому что за ней сейчас начнут подключаться эти все, вот эти, говоруны всякие, не по теме. А мы посмотрим, если она в этом, на страничке на моей, туда вышла. Где обращение? Где я ее найду-то? Ух, мне тяжело, я не знаю, как объяснить. Вы меня не слышите, да? Я слышу. Володя, разъясняй, что я неправильно понимаю. Володя, прокомментируй, пожалуйста, меня. Давай. Есть видео, называется, об увольнении Андрея Кураева. Но, есть такое? Вот, сейчас там высказалась Антонина Кириллова. А, мне надо, значит, найти туда, найти на ютубе наш ролик, об увольнении. Это в ютубе, в mail.ru. В mail.ru. В mail.ru? А, значит, сюда перетянули. Ну-ну-ну-ну-ну. Понял, понял. А ну, теперь ее сейчас прям удалить надо, потому что сейчас к ней начнут тут же подключаться. Я сейчас с вами закончу говорить, и тогда уберу, я уберу все это. Ну, если она без дела говорит, да, конечно. Она ложь, она ложь не считает, что я, вы меня используете для сбора денег. Сбор денег. А я вам опровергать даже не стал. Но я и скажу, что даже если это так, человек делает благое дело. Сейчас люди подключатся, люди за ней пойдут сейчас. Сейчас пойдет, десятки людей за ней пойдет. Так деньги-то я за себя не собираю. Для меня ни одна копейка не идет. Это абсолютно в чем-то меня могут обвинять, а здесь ни один человек даже не заикнется. Вот Господь-то вот избрал элемент такого. Меня, когда я сижу в тюрьме, а против меня две статьи. Одна уголовная, другая называется, как она, административная. Что я пленки, тогда пленки эти, катушки были, и имел от этого выгоду. Ну, и сколько до меня кого судили, священников там, Глеба Якунина, Пивоварова Александра. И везде находили где-то что-то, продавали где-то. Ну, и он уже твердо уверен-то. А я-то сижу, допрашивает всех по всему Союзу в разных республиках. И главное, следователей, 12 следователей против меня было. И, наконец, он приходит, бумагу из Крайовой прокуратуры приносит и говорит. Первый раз такое встречаю, ничего нигде нет. Ну, как же так-то? Такие деньги были. Я говорю, так Бог такого и избрал. У которого ни во рту, ни на постели, нигде ни одной копейки нет. Нигде. И он говорит, эта статья отпала, все обвиняют. И даже больше разыскивать не будут. Я говорю, так тогда что, домой мне собирать? Да нет, там уголовная есть. Ну, по уголовной это посерьезнее. Что я распространял заведомо ложные измышления по рощу общественной государственной строй. Вечная память этому строю. Я просто не хочу, чтобы вот в этот сбор денег влазили вот такие всякие заразы. Я смотрю, я за этим слежу. Слежу, тут не думаешь, что я это устраняю. Я посмотрю сейчас, зайду к ней, тут уж очень легко все делается. Если она говорит совершенно бездельно и клевещей других увлекает, ясно, что я не буду ее. Ребята, прям ложь страшная такая. Ну, она на другое не способна. Ну, просто я на это смотрю проще. Люди прислушиваются к таких. Ну, даже прислушиваются, прислушиваются к тех, которые для того предназначены. У меня сколько есть людей, он говорит, я о вас не слышал ни одного доброго слова, говорит. Но через это я как раз понял, что вы именно тот, на которого сатана ополчается. И он наоборот это подвигнуло. Меня к вере в то, что в Библии истина, подвигло как раз то, что опубликовано самое плохое было. Про праведников. Про Давида, других я понял, эта книга говорит, все. Она ничего не скрывает, она не замыливает. Так что молитва тут окружает. Даже она сказала, что ну, отойду те, которым ничего и не надо было. А будут лезть, мы расправимся, подскажем. Ну, у людей просто сомнений открадывается и все. Не у всех, друг мой, нет, не у всех. Пусть она сказала, маленько постояла. Сейчас закончим, я сразу ей займусь. Это проще всего. У меня что-то тут не ладно было, на другой канал перекидывала. Ну, вчера вроде направили. В Ютубе два канала у меня оказалось. Ошибочно. А другой просто называется Игнатий Лапкин. Ну, она туда и снимет, сюда и не... Это не просто. Вы сделали один канал, а потом сделали другой канал. Не знаю даже как. Даже они сами не знают. Может, то, что мы не одни, помогают. Сейчас Михаил-то был. Вы просто сделали сначала один канал, а потом его переделали, сделали другой канал с другим названием. Но тогда на том было бы много, а то на том только после появились. Это маленько не так. Появились именно там те ролики, которые выставлял осенью. Вот здесь-то. А в это время уже в Ютубе мы не работали на канале. Там где-то что-то как-то. Потому что не одни были, а на Ютубе работают в разных городах. На нашем. Сейчас вот Михаил-то был из Кемеровской, и он занялся собраниями. Краткое содержание дать. Содержание. И займется, видимо, и занятиями. Работают они на день сейчас. Полностью прослушать добрую почти сотню роликов. Притом ролики все больше часа. Я сделал, вы видите, я страницу сделал. Я вчера, наверное, часов 10 работал. Выбирал ролики. Какие? Которые показывают дело наше. Да, по поездке прошлого года. Да, да, я уже просмотрел вечером. Посмотрел. Это большая, конечно, работа. Я что могу сказать? Для Бога. Просто, чтобы людям понятно было, что за поездки конкретно, чем занимаетесь, дела ваши там, поганать. Вызвать доверие, чтобы человек понимал, а как так всегда было. Люди, которые в натуре смотрели на людей, они видели. А тут они знают, сколько шарлатанов. И вот описывают, пишут, я мать, ребенок с церебральным параличом, второй ребенок такой тоже. Много денег на операцию. Решили проверить. А это студент, кажется, третьего курса медицинского университета. Один. Она одинокая, мать там. То есть он все собрал их. То есть такого сколько угодно сегодня. Они ни перед чем не останавливаются. Но меня именно Бог избрал на это. Даже, представь себе, по санкции МГБ, тут они суетились, не знаю как, но 12 следователей. 12 следователей. Да, и слово интересно, слово 12-то у меня появляется. 12 кандидатов наук мои труды исследуют. Когда я сижу в разных городах, и ничего нигде не могли найти. Следователь пришел впервые, говорит, работаю столько лет, и в первый раз такое. Ничего нет. Я говорю, меня на это Бог избрал, чтобы я был совершенно вне подозрения. Зашли домой, они, ну, ушаснулись. Одни доски, и ничего нет. Нигде ничего нет. А где у вас все? Как еще? У меня все есть. А что они хотели найти? Деньги. Деньги. Богатство. Как обычно там. Что они искали? То есть, живу я непосредством. Обыкновенность, то рождаю много работы. Ну, ясно дело, что если я ворочу по сегодняшним деньгам, это многомиллионный у меня оборот был. Ну, если мой оклад 72 рубля в месяц, а у меня стоит в том студии один магнитофон 320, умножить на 15 магнитофонов, и умножить, а только один экземпляр снять, чтобы один экземпляр, а каждая пленка 6 рублей 10 копеек, это 200 катушек надо, только чтобы один экземпляр сделать. А этими экземплярами все монастыри все заполнил. И у меня дома, ну, я скажу сразу, допустим, 4 кубометра только этих, может быть, пленок, катушек. Это какие средства-то? И всех опросили по всей стране, и нигде ни с кого я не брал. А за записанную 6 часов, 4 дорожки накрутить надо, не 6 часов, 8 часов 20 минут, одна катушка, 8 часов, и нигде ни с кого не брал, взамен чистый. Как это так? Так если по государственным расценкам, вот то, что брал, это тогда уже на миллионы потянуло бы. Это увидели они, это поняли, что тут работает огромное производство. А пришли один дом, халупа 12,8 квадратных метра, барачного типа. Ну и вот, откуда все и появились эти фильмы, тут после-то режиссеры ехали. Ну было, еще посмотреть. Но нигде ни одной копейки не нашли. Нигде. Никто. Все показали, он все делал бесплатно. Как так? Это только одну катушку записать на 8 часов 20 минут по государственным расценкам это стоит столько. А в одни руки отдают 200 катушек. А таких объектов у меня сотни. умножай одно на другое. Ты посмотри, куда все полезет. Когда я стал судиться, только законфискованное у меня, только законфискованное это вышло, ну тогда другие были цены на 11 миллиардов. Все официально это, по государственным расценкам. Вот почему я и понял, что меня Бог на это избрал. Он меня долго подготавливал Бог, жал, мял, рот мне поменьше сделал, пониже меня ростом, одежку мне другую исправил, сапоги железные. Я отправил в путь. Исследователи замучились и не могут понять. После я встречал судья, который судил меня, Макаров Владимир Александрович. Ну, он судья, краевая прокуратура, выше тут нету, в Москву меня не потянули. Но исследовать будет меня светило московское Мазур Моисей Ааронович. О, вот куда вытянуло все. И он говорит, где мы еще находили? Вот, показывает старые снимки. У Лапкина обнаружен тайник. Какой тайник? Лежат пленки под кроватью, рядом лежит коробок спичек, чтобы показать, какой размер. Со спичечный там коробок побольше. И сам смеется. Вы, наверное, наших и детей до 10-го колена проклинали. Я говорю, Владимир Александрович, мы за вас молились. Какой он радостный был. Он сейчас в арбитражном суде работает. Он не знает меня, куда посадить. Зашел к нему. Приехал ко мне домой купить книги. Представь себе. Который курировал полковник КГБ. Приехал домой ко мне за книгами. Я говорю, а вы, Юрий Михайлович, верите, что написано? Он говорит, это не то слово. Я сам участник этого. В одном месте на ТК, говорит, не понравилась клиника. Ваше письмо митрополиту Гедеону. Я говорю, провернуть никто не может. Ушибка строго. Я говорю, я разговариваю как власть имеющим. А почему? Да потому, что он меня клевещет, я обязан ему показать, что он сотрудник, а не я. он начинает меня, а вот вы были там баптистом. И я говорю, ну еще придумали, что я был космонавтом и коммертинером у Гитлера. Но я говорю, кем угодно мог быть, но я не был поставленным митрополитом от политбюро, пилатбюро, как говорят. У полномочия по религиям вот этим, я говорю, никогда не было, это точно. То есть, кем он является. И вот это ему полковнику из КГБ показалось трудно. А почему трудно считать? Потому что вы его ставили. Вы ставили, это ваш сотрудник. Я сейчас вот Сергия высылаю и тогда вам пошлю. Одно мое стихотворение, может даже слышали, что скажет Бог, то из реку и я. Про Михея. И Виктор Николаевич его поет. Что скажет Бог, то из реку и я. Это про Михея. Тоже про епископов какие стоят, не могут совершить один поклон. Панаги лежат чуть-чуть с наклоном на животах. Так это пишут иерощекисты, иерощекисты, ты задумайся сам. Все. Я с ним, если Андрей Курайев правильно говорит, если бы Игнатий вот это все не говорил, то его отношение было совершенно другое. Григорий Богослов, я говорил это все, не зная про Григория Богослова, один к одному. Но я не знал то, что делается. Когда выступил за меня дьякон Бургин Сергей, очень сильно, его с работы там сняли, а отец был благощиной Красноярского края, а он сам в Афгане, смертельно заболел, и Господь его извлечил, его привезли на носилках. И вот он говорит, ваше благо, что Игнатий не в алтаре, он говорит только то, что снаружи. Если бы он видел, что в алтаре, вам бы, не показалось, говорит, мало это. Диможники. Я смотрю третий день уже фильм протокол по Авакову и смотрю, как все-таки, какая сила у него, как выступал. Он поясняли, прям настолько сняли. А у меня чудо тоже, сейчас расскажу, поделюсь. Давай. Это чудо настоящее. Вот. В общем, мой сайт житие.ру, да, вот мой сайт с иконами. Вот. Я сейчас занимаюсь вашим сайтом, да, отдаю все силы вашему сайту. Вот. И представляете, где-то в мире сейчас Господь ставит человека, я его даже не знаю, что это за человек, и он работает над моим сайтом тайно. В общем, мой сайт подскочил в три раза в рейтинге посещаемость. Что Господь делает? Посещаемость сейчас моего сайта увеличилась в три раза до двух тысяч человек в день посещаемость. Ой-ой-ой. Представляете, я не знаю, кто это делает, я даже сейчас не представляю. Господь. Господь, то, что ты отошел от своего, вот тебе сразу поставил слух, который все выполняет. Это я знаю. Я у меня, я сначала глазам не поверил, открыл, а утром посещаемость ты врагам скажи, скажи, вот смотри, я соприкоснулся вот с этим гномиком на меня, а Господь-то что делает? Какое тебе благословение посылает? Мне интересно, я иду дорогой здесь, молодой такой, бодрый идет полковник, подошел, руку жмет, ой, как вы мне встретились, я до того рад, я говорю, а кто вы? Ну, я Акимов. А Акимов мне тоже ничего не говорит. Ну, как же не говорит, вы были там у нас в военкомате, один юноша к нам стал приставать близко-то, но мы расспрашиваем, служил в армии, нет, нет, он откосил, ну, арест называется, он под себя мочился, его вызывали, испытывали, а он специально делал, чтобы его не взяли там. А когда к нам встал он к общине принять крещение, там мы узнаем, в армии был, не был, не был, откосил, как говорят. Мы говорим, ну, так у нас не положено, только надо отслужить, надо служить, альтернативная служба, но отслужить должен. Так меня посадят, посадят, отсидишь. Ну, я пошел с ним в военкомат, зашел к военкому и стал говорить, вот если такой, то вот юноша, и он боялся, дедовщины не было, но сейчас он, мы встретились с ним, поговорили, у меня не один такой, которых я к армии прилепил. Ну, можно как-то ему льготу сделать? Какую льготу? Да придет, говорит, пойдет, отслужит и все. Я говорю, а ему не будет еще за это? Да нет, ну, что он, даже года не прошло-то. А где он? Я говорю, ну, я его спрятал здесь, у вас в военкомате, в другое место загнал. Я вышел, конечно, Леша, заходи. Ну, и тут началось свидетельство. А тут-то сидит еще один, первый раз меня увидел, видимо, это Акимов и был. А и он говорит, меня вызвали, а у него звание было, кажется, майор. Вызвали на разборку, что-то, говорит, я сильно провинился, я думал, что меня тут даже разжало это. И вдруг, говорит, после вашего поговорили, мне, говорит, подполковника дали. Я понял, с вами встреча не такая. В следующий раз, говорит, иду, я, говорит, поздоровался с вами-то. Даже малые разговаривали. Я пошел, тоже не улядился, прихожу у меня полковника. Я говорю, больше не встречайся, иначе ты генералом станешь. И он идет в военкомат, и мне раскланивается, сам веселый такой. Ничего мне сегодня не будет, я с вами встретился. Они меня за знамения стали держать военное. Вот так и здесь. Это Бог делает, Сергей. Потому что мы делаем это без хитрости, как Сираков, и без лукавства. Для людей. А вот никто не может прикинуть, скажите, вот вас если отправить с таким ценным грузом, а мы предварительно засылаем около 4 тонн литературы на доставку какую-то иметь, где еженедельно перегружаться будем, а в течение недели мы спим, в самую даль уходим где-то от города, ищем в потемках какое-то место, чуть-чуть уже солнце закатилось, а чтобы нас никто не видел. А нас же не могли с трассы съехать, и надо уже, ну съехать-то съехали, ну прямо около трассы нас видно-то. Разжигаем огонь, держим палатку, чтобы с улицы-то с трассы-то не было видно-то сильно. И каждую ночь так. Ты к себе примени это. Непогода. Дождь. Мы палаткой закрылись, под палаткой там костерок развели. Ну надо хоть маленько что-то приготовить где-то, еще и собаку накормить. А дождь хлещет, гроза. И это на несколько месяцев. И никто ничего не платит. И чтобы коллектив остался дружным. Ты все, прикинь маленько-то, войди в эту обстановку и скажи, зачем они это все делают? С какой целью? Я отвечаю одинаково. Это мой народ, моя страна в грозной опасности. Теперь я говорю, это мой народ, моя земля. Потому что мы вышли за пределы государства. Вы бы видели удивление людей, когда люди сейчас по телефону, гляжу, она звонит, у нас такие люди приехали из такой дали. Собери там кого-то, скорее кто. Я говорю, а кто это? Да это знакомый, тут где-то бургомистром работали кто-то. Гляжу, столько людей собирается. Для них, еще не читая ни одной книги, мы сами являемся, сама поездка дива. Но ради этого стоило из этой рутины человека стряхнуть, оттряхнуть и показать ему. Есть другая жизнь. Наше свидетельство не на словах, не только то, что мы жертвуем все. Я 50 лет собирал этот материал вот сюда вот, и сам просидел 9 лет, 9 лет. Даже с детьми ни разу за эти годы я не искупался, времени нет. Я вообще меньше 16 веществов, кажется, не было. в круговую по 14 часов каждый день за компьютером печатать. И для чего я это все делал? А теперь отдаю даром. Человек намаленько должно коснуться. Или я фанатик, или еще. Чего ради-то? Люди-то какие находятся? Вот наша встреча, я тебя не убеждал, ничего. Ты сам это понял. Ты сам к этому обратился. Ты мне не можешь в конце сказать, ой-ой-ой, я встретился с таким человеком, как он меня обольстил, гуру какой-то. И я все бросил, стал им заниматься. Как я мог так подумать? Да мне же говорили там разные Константины. Да что ж я думал, то он меня загипнотизировал. Ты никогда этого не скажешь. Никогда. Ну понимаете, любое чудо доказать как бы тяжело, да? Вот тяжело потом человеку доказать, что это чудо. Но и мое вот чудо, вот это вот легко доказать и легко убедить каждому человеку. Это надо просто зайти на статистику моего сайта и посмотреть неделю назад, что было с моим сайтом и что с ним стало за последнюю неделю. Это может посмотреть любой человек. У меня вот было посещение 500 человек, а сейчас полторы тысячи. Представляете? Да. Любой может посмотреть. И что же, и как же... У Бога это все вымерено. И Бог знает, когда, в какое время поставить человека своего. И главное, и не просишь, ведь даже Бога не просит. Да ты не так ли поступил, ты? Я же тебя не просил, а ты сам начал все это делать. Вот так ты поступил, так и с тобой. Я тоже не для вас же стараюсь, я другую для Бога же. Для Бога. И это выражается не на сотни тысяч людей, а намного больше. Это люди-то другие, это везде говорят, находят. Как? Вот у меня интересно, на форум приходят стабильно, 230 человек, допустим, в день-то, не тысячи. Но ни одного отзыва нет, это ежедневно. Значит, они здесь питаются и питаются, за моим застольем. А застолье-то, кто понимает, какое оно богатое, 1500 тем почти. А каждая тема, да, конечно, инстанции доведено. Вот так. Боятся, многие боятся, вот то, что потом их начнут разоблачать, там начнут им невестные слова говорить, вот это, вы, боятся. Ну, боятся, боязливые наследуют озеро огненное, а откровение 21-27. Ничего, такие были люди, которые боялись. Любовь совершенно изгоняет страх, в любви нет страха, в любви, которая уже прошла, страх в начальной стадии. А бояться, бояться надо, это естественное чувство, Бог заложил в человека, чтобы куда попал, а не попал, как один герой, уже дважды Герой Советского Союза и говорит, вот мы слышали, что эти люди бесстрашные, смелого пули боятся, нет, говорят, это дурак, только ее боится, не боится. Если бы я не остерегался, мы меня бы сбили, и все. Ну, это было. Я хочу, хотел бы вот задать людям такие вопросы, а как если я не задаю такие вопросы, я говорю, ну, ты себя называешь раб Божий, ну, а что ты, если раб, значит, трудится, он ни при чем, раб-то трудится, отдавая всего себя, отдавая все силы, ну, ты называешь себя рабом, а что ты делаешь для Бога? Если раб-то, то что ты делаешь? Что чем-то занимаешься? Ну, это рабами себя, они что не делают? Это тоже обман, и об этом сегодня уже есть люди, которые понимают. Это все обман. Раб, виноградники, покажу участок, который обработал, какие камни убрал. А порог Исаия прямо говорит, убирайте камни, расчищайте дорогу, приготовьте путь Господу. Это касалось Иоанна Крестителя, ну, покажите, где ты убрал, какие камни, конкретно камни. Один из камней сегодня, это лжиавторитет епископов и священников. Они затмили Христа, и это вот абсолютно все дословно у Григория благословно. А да, попутно спрошу. Ну, говорил с тобой священник-то, Додин, ты чего он тебе рассказывал про Григория-то? Да мы сами с ним там нашли эту статью, мы и аж сами поудивились, как он расплачал, как и вы сейчас, так и он в те времена, которые все-таки насколько похожи. Да. И как скрывали вот это все. Вот это и есть, когда он как раз говорит, как вы заглядываете в глаза, как ищете благоволение там от властей. И загрузили свой корабль, то есть обжор, сидите на перах, там воздушите. Едва корабль дома разгрузился, то есть в туалет сходил, вы по новой опять туда же, это епископы. Но еще я другое никогда не говорил, я знаю, что лютые волки, ну не все, не все, конечно не все. Не все. Когда он писал, Григорий, то он не такой же был, но он написал ко мне и ко всем епископам. Я сейчас потерял его, проверяю весь. Это очень, очень близкий Иерониму Стридонскому о нравственности священства. Его тоже на русский язык не решились перевести. Не решились. То есть они имели доступ к грамоте, народ этого не знал, ну и батюшка благословил. А в чем ты прячешь-то, если он признанный святым, почему теперь выборочный, как вот канонизирует, допустим, Матрону, придумали. А теперь, где она говорила против священников, очень сильно выступала. А они взяли, нет, это не надо, люди соблазнятся, в церковь ходить не будут. Давай уберем. Так это не ее биография. Это вы ее составляете в кабинетах. Лютые волки, нещадящие стадо. Я выставил этот текст на сайте. Ссылку дам на новом сайте. Так, что это все равно? Я не понял. Так повтори еще раз, Сергей. Ссылку я эту выставил на сайте на новом. Ага. Там ссылку на этот текст. Ну-ну-ну-ну. Я его на форум сегодня перетащу. Сейчас я его просмотрю, Е в Ё там превращу, где кое-где разбивку сделаю. Не одной буквы, конечно, не меняю. Более, чтобы удобно считаю ему было. Я посмотрел, сколько оно, сейчас даже гляну, по моему тексту даже, если смотреть, то это получается у меня что? Так, епископы что-то не высветилось. Сейчас я протяну. Покажу, сколько оно. Я его постранично взял. Ну, она будет 70, примерно, 5 страниц. 75. Это, ну, настоящий. Это уже брошюра большая. Не так большая, но... Он сидел, писал, корпел. Говорит, он понимал, что его не одобрят за это. А когда Иероним Стридонский написал о нравственности и священства, то самые близкие друзья от него отвернулись. Что ты сделал? Язычники от руки переписывают то, что ты написал. Теперь в церковь никто не будет ходить. То есть, как будто это все сегодня. А он заботился не об этом. И этих людей, которые нападали на Иеронима Стридонского, ни одного имени нет. И кто нападал на Григория Богослова, там одного упоминает, остальных мы не знаем. Но они же его сняли с председателем на соборы. А их... Всегда были такие люди. Я им говорю, то, что это у меня написано, а у меня это все написано в книгах, независимо от того, что я ни Иеронима не читал еще этого труда, не мог даже в семинарии найти за рубежом нигде. И это, теперь от счастья у меня такое есть. Ну и что я не встречал, дух-то один и тот же, он мне подсказал. Независимо от них, я писал то же самое, как будто наизусть знал их труды. И так же поносят, так же клевещут. Все один к одному. Почему? А ничего не изменилось. Так же поле, так же надо убирать терновник, и так же будут гонители, поносители. Ничего меняется. Я вот с батюшкиной темы мы разговариваем, я говорю, батюшка, но наверняка Золотоуст не дихим, не спокойным голосом это говорил. Он наверняка говорил, ведь это с такой, с легкой даже, ну, как бы, как это сказать, не то, что со злобой, а с таким собличением, ведь он говорил это. Не то, что там ласково, а ведь я действительно обличал. У него сколько сарказма там у них было, у него было, когда Золотоуст и говорит. Ой-ой-ой. Ну, Золотоуст тут все, я насчитывал. А раз насчитывал, значит, я пропитался этим. Насчитывал, составлял симфонию на его 12-м, симфонию. Отступился от этого, когда узнал, что она уже есть, я изобретаю велосипед. Я не имел нигде симфонию, но приступил к ее изданию. Почему? Я чувствовал, есть необходимость. Никто не заставлял. 12 томов «Жития святых» просчитал и сразу начал составлять симфонию. Оказалось, я нигде нет. У меня вышла книга «Симфония на жития святых». Где бы еще не видел. Вот канон Андрея Криска, его в церкви, помилуй меня Божий, каждый год считают. У меня сразу мысль, что этот канон несовершенный. Он-то написан для оглашенных. Его надо возвести для уверовавших и возвести до того состояния, к чему мы стремимся. То есть он должен быть на трех ступенях. Первый просительный, вторая ступень, тот же самый канон, те же слова, мы все надо так повернуть, чтобы они вышли на благодарность. И третье на словословие. И которые люди коснулись сейчас этого. Так это Андрея Криску, да 1200 лет, и никто не касался. Никто. А почему, я еще не родился? Меня Бог на это избрал. Я это увидел. Но вы теперь опровергайте. Правильно сделал мне? Да конечно. Да как же так? Мы же все верующие. А почему читаем канон-то? А почему, я говорю, он написан-то сначала узнайте? Ну а почему? Вот я задаю вопрос, а вы как попки повторяете мои слова. Почему 50-й псалом был написан? Потому что впереди страшный грех был. Похищение жены от живого мужа. И лучшего своего полковника послал под меч и сказал отступите, когда он вырвется вперед. Его убили. Урих и Тиянина. Это гвардия его была. И поэтому 50-й псалом вышел. Высек Господь этой искрой. Ну, так вот то и оно. Андрей Кесарь Кападокийский подписал анафему 6-му Силенскому собору. Анафему. Он готов был себе руки оторвать и глаза выткнуть. И вот этот псалом, этот канон Андрея Критского он вызван был именно этим. Для себя 50-й псалом. А эти теперь подхватили, помилуй Луна Божия, 502 раза кувыркаемся и не знаем зачем. А 502 раза теперь подними голову вас благодари Бога на те же самые 502 события библейские. И никто этого не делал. Никто. Ну, не было. Нигде. В литературе не было. И даже сегодня меня додолбят за это. А как вы посмели? А что особенного? Такие же были. Или что вы боитесь-то их? Он сам бы это сделал. Как Гюставо Дарема раскрасили. Да кон автор. Ну, не было цветного, не было. Еще вы боитесь-то. А я два года искал, искал, ходил по художникам в городе. И, наконец, пришел студент медуниверситета Кальмаев Женя, вот он помог сайт составить-то, и программу дал. И мы, ну, три человека, там больше года ушло, мы все 230, 230 гравюр Гюставо Даре на библию, библейский, все раскрасили, вот этот трехтомник вышел. А теперь там еще где-то красят, конечно, более тус, но некоторые, не все, а это 230. Еще момент. Блаженный Афиофилакт, вот в моем издании оно вышло. Я даю 297 комментарий на него. Когда вне-то вне для сегодня, а почему-то 900 лет и никто не сделал этого не сделал, а почему-то, я говорю, я родился еще. Это вы так и себе думаете, о чем мне думать-то? Лучшее доказательство, что никто этого не делал. Ну, вы согласны? Да. Но я сделал, но и выход какой? Значит, не было человека, который понял бы это. Что нужно прокомментировать, расширить места только по двум моментам. Любовь к Библии и благовестие. Меня только вот в воскресенье по скайпу задают вопрос, ну, вот тут малейка надо растолковать. Я говорю, так это не касается. А почему меня растолковали? Потому что я ставил комментарий только, в предисловии говорится, только о Библии и о благовестии. Вот и все. Я там высоко о себе думать, и мне абсолютно эти мысли не приходят. Откуда у людей это понятие высоко нет? Я вижу, лежит камень, я убрал. Вот у меня с собой в кармане всегда рукавички лежат. Я брюки переодел рабочие, праздничные, костюмы надеты. Везде у меня в правом кармане везде, во всех, ну, костюм, хоть что на мне, платочек лежит, нос утирать, рука более быстро. А в левом рукавички. А зачем? А может потребуется? Ну и уже смеяться начинают. Ну и потребовались, потребовались. Ну а конкретно где? Нигде. Пешком идут в церковь. Проехал трубовоз, огромная труба, ну, может быть, она там метров 20-30 длиною, и диаметр ее больше полметра, ну, может быть, 70 сантиметров. Она выпала. И она упала наискосок, перегоржает дорогу, она тоже черная. Она только упала, еще машину не успели. Авария 100% и смертельный исход будет. Давайте. Ну, она смолена, вот видите, у вас смоленого нет, у меня рукавички уже на руках. И мы ее сдвинули с места, приткнули, теперь в первый же отдел милиции срочно сообщить убрать с дороги ее. Вот и все. А я эти рукавички носил 30 лет в кармане, не потребовались ни разу. Я, моряком был. Есть такие, спасатели называются. Они красивые такие суда стоят. Такая у них осадка особая. Знаешь, он просто сбитый такой. Вот. Они ничего не делают, только тренировки идут. Но их кормить надо. И вот начинается, приближается шторм, торнадо. Все корабли, как пингвины, прячутся куда-то. И в это время сигнал бедствия. В море ни один не выйдет. Они выходят в море, их подбрасывают. Под воду уходят почти целиком. И они спасают. Но теперь цена будет назначена такая, за спасение, которая оправдает, что они год не работали. И окуплена будет амортизация и все. Я работал, знаю это. Так это нужно. Ну а как? Я был в пожарной команде. Я работал не где-то, а в перевалочной нефтебазе мирового масштаба. Танкеры загружали. Все лопаты луженые, чтобы нигде искра не было. Ни одной подковы нигде нет. Вот когда буфера идут, там войлоком проделан, где они сцепляются, чтобы не было искры. А мы тренируемся. Ураган называется машина. Вот такой раструб, вот такой вот, ну, труба, в которой гонится пена. У нас тренировка, траншея. Туда выливают, ну, допустим, 12 тонн, тонн горючего, нефть с бензином. И представь, как она горит. И мы должны потушить в течение, допустим, трех минут. Там подойти невозможно, рвется куда, как вавилонская печь. Но она гонит пену. Пену, это труба. С такой силой. Пена, одеяло ползет впереди. На полметра все закрывает, и все погасло. Так а мы ничего мы не получаем. Мы тренируем, заправляем конгетушители, а пожара нет. Через год надо заново перезаправлять, это бросить. Но окупится в момент пожара. Все окупилось. Мы спасли объект, спасли сотни людей. Тем более на море. Люди не понимают этого. Да, я вот это делал, да, я это и писал, да, я рисковал всем. Все они против меня. Ну все это, библейское такое выражение, все означает многое. Но кто пробуждается, касается, и не думай, что тебе вчера отец Сергий стал говорить. Я понимаю, что он думает. Что он думает. То, что я говорил, он не может не сравнивать с этим. Так он еще не считал, может, сотой части, что у меня в книгах написано на эту тему. Я практик, не теоретик. Я на практике вижу, что это так и есть, о чем пишет этот Богослов, Ильюгорий Богослов, о чем говорил Павел, о чем Иероним Стридонский. Какое священство. Шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. Мне это понятно. Что-то совсем вас плохо видно, почти не видно. Так, заканчивается, да? Так, Сергей, отпускай меня, тут у нас просят уже отходить меня. Еще больше нету? Да нет, ничего, все. Ну, немножко, чуть-чуть еще на прощание-то. Да что такое секта и как вы определять секта? Что такое? Что такое секта и как вы определять, что такое секта? Секта? Так я неоднократно это выставлял. Лучшее определение политический словарь. Секта это определенная группа людей, могу даже засчитать, это проще было-то. Ну, допустим, ну, я буду только о религиозном, где ее отношение, понимание расходится с официальным курсом. И второе. Секта это религиозная организация, не имеющая института священства. Вот это определение абсолютно точное. В церковь входят пять сильных. Католики. Православные. Ну, это все, где есть священство. Где есть священство. Католики, старо-ново-католики. Григориана, армянская апостольская, апостольская, копты, сирийцы. Все. Когда я говорю, покажите четкие границы церкви. Четкие границы Библии можно указать. В начале сотворил Бог неба. Первая буква Б. А последняя мягкий знак. Аминь. Все. А границы церкви входят вот в это. Где есть рукоположенное священство от апостольских времен по хиротонии. А секта все остальное, что туда не входит. Все. Под именем секта, протестантизма, как угодно. Вот. Единственное, кто под сомнением неопределенностью был и доказано было, что они тоже церковь, англиканская церковь. Перед самой революцией они готовы были полностью объединиться с православием. Но революция тут помешала. Вот англиканка как раз к нам приезжала с Ксения Деннон. Люди не знают ничего. Они не знают. Поэтому их мнение оно никакого значения не имеет. он не понимает о чем говорит. Не этого дело. Вот вчера одна зашла и начинает это копаться. Но я отвечаю. Обычно отвечаю один вопрос отсылаю. Идите там вопросы уже отвечены. А почему вы двуперстно молитесь? Это что? Это старообрядцы? У нее двуперсты это старообрядцы с томатом. А второе а вы поднимали руки? Это как мусульмане. Мусульмане поднимали руки. Она знает что мусульмане не поднимают а вот омовение как бы делают. И она что у нас видела это что вы значит экуменист такой выходит что патриархия правильно патриарх делает понятия никакого нет. В первую очередь ты завиняешь ты считаешь так для Бога не добьешься. Ну а князь Владимир крестил двуперстно иначе какой Никон зачем бы отменял еще бы он отменял Сергий Радонежский основатель монашества Феодосий Печерский Антони как они молились? Ну двуперстно все молились. Любую икону возьми посмотри ну Никон переделал но теперь Серафим Саровский молится треперстно теперь Ант Кронштадтский Игнатий Причиняк Пеофан затворник треперстно те и другие ну я говорю со стороны новообрядцев о чем спорить те и другие канонизированы я понимаю что и это и это несет себе элемент ереси я объяснял это правильно всего пальцами изображают католики потому что речь идет о вещественном кресте и на вещественном кресте бог не распят человек бога человек и пять ран нанесенные ему я показывал все это но я так не молюсь потому что я так не только из-за того что я так не приучен но внутри я знаю католики правее всех в данном моменте в данном только в данном я это доказываю и где-то у старобрядцев одни старобрядцы и ни один не может ничего сказать за углом борщати я говорю ну вы согласитесь что если божество вы говорите страдало бога человечество да вот небеса склоненные пригнутый палец сошел христос это означает что что вы еретики божество бесстрастное говорит златоуст и кто наставит что божество страдало он еретик они пятятся назад ну и что тогда вы изобразили вещественный крест вы же голговский крест показываете и на нем кто богочеловек умирал или человечество ну и все так ты показывай одним одним тогда первое христиане златоуст говорит изображали крестное знамение одним не показывает каким пальцем одним ну ясно каким не мизинцем же он и не показывается ну все пока да а Сергей ты меня слышишь я не пойму а так а отхожу да ну с Богом спасите Господи вот как оно я вчера видел его когда он встал когда пришел но я его не задеваю потому что у него видишь он говорит его все эти дела по своему сайту остановились я говорит целиком все время отдаю сейчас вашему сайту вот а получилось-то как я этого не знал это чудо даже не знает кто зашел и занимается его сайтом это вообразить даже нельзя было это Господь так делает да вот это сегодня день только начался сегодня у нас что получается наверное уже 9 января 14 года и какие Господь дает благословения благословения именно в этой встрече в сообщении слава Иисусу Христу ой надо погреться пойти к печке мальчику Продолжение следует...